Сегодня в Центре Народного Единства праздник. Люди разных национальностей собрались, чтобы рассказать о красоте родного языка. Для каждого из них свой язык уникальный и любимый. Для представителей других народов загадочный, а поэтому интересный. На протяжении нескольких лет у нас работает порядка 7-8 клубов родного языка. И каждый год мы проводим цикл мероприятий, посвященных Международному Дню Родного Языка. Сегодня проходит открытие этого цикла. Всего предусмотрено порядка 20 мероприятий. Сегодня мы открываем, начинаем эту декаду, этот цикл с мероприятий, посвященных русскому языку, как языку государственному, языку межнационального общения в Российской Федерации. Сегодня на территории Южного Урала проживает около 40 национальностей. Благодаря знанию русского они имеют возможность быть полноправными членами общества и свободно учиться и работать среди русского населения. Но главным языком для них, конечно же, остается свой национальный. Я очень благодарна родителям, так как я сама с первого класса училась в русской школе, но параллельно мы занимались и татарским букварем, то есть я очень благодарна родителям. Расписание Центра Народного Единства очень насыщенное. В ближайший месяц здесь будут проводить Дни родного языка для представителей разных национальностей. Татары, башкиры, казахи, немцы, евреи, корейцы поделятся историей своего народа и представят культуру своей страны. В залах Центра гости смогут ознакомиться с тематическими выставками, где будут представлены книги, костюмы, предметы быта и даже буквари, по которым дети изучают родной язык. Самое главное, чтобы дети знали свой язык, знали историю, культуру. Дети должны, потому что это передалось от наших предков, и мы должны вот это, то, что мы получили, передать своим детям. Армянский народ с уважением относится к своему языку, а русский считает вторым и родным. Поэтому с детства детей обучают не только грамоте, но и русской культуре. Сегодня армянские дети своими руками делают старорусскую куклу-обережницу, а уже через несколько дней они будут рассказывать о традициях своего народа русским детям.